Здравствуйте! Финансовые новости на телеканале Самара ГИС. Интересный прецедент создал один из заемщиков по ипотеке, которому в обязательном порядке было предложено аж три дополнительных вида страхования. Страхование жизни и потери трудоспособности, страхование рисков от утраты заемщиков права собственности на квартиру и страхование рисков утраты и повреждения квартиры. Потребительные условия договора тогда не мог повлиять. При этом в принципе его устроили процентные ставки по кредиту, срок и сумма, которую одобрил банк, а также размер ежемесячного платежа. В результате договор был заключен с навязанными видами страховки. И суд стал на сторону потребителя. Решением суда договор ипотечного страхования был расторгнут, а премия и неустойки взысканы с банка. Жаль, но большинство судов эту практику не учтет. Инфляция в России с 14 по 20 апреля составила 0,2%, сообщил в среду Росстат. Исходя из недельных данных Росстата, годовая инфляция на 20 апреля осталась на уровне 16,8%. За прошедшую неделю чай стал дороже на 0,8%. Мясные консервы, колбасы, маргарин, печенье и конфеты на 0,5%. Вместе с тем цены на яйца снизились на 0,8%. Сыры, сахар и гречневая крупа подешевели на 0,6%. Куры, сливочное масло, рис и пшено подешевели на 0,3%. Среди наблюдаемых видов плодоовощной продукции цены на капусту выросли на 2,5%. На лук, морковь и помидоры свежие на 1,5%. Огурцы при этом подешевели на 2,9%. Картофель и яблоки на 0,5%. Цены на бензин не изменились, на дизельное топливо выросли на 0,1%. По прогнозу Центробанка по итогам 2015 года инфляция составит 12-14%. Сезон по греческому направлению обещает быть довольно оптимистичным. Спрос на путевки постепенно растет. Туроператоры отмечают, что Греция остается одним из самых популярных выездных направлений среди российских туристов. Однако главной причиной восстановления спроса стал рубль, который за последний месяц отыграл у доллара и евро существенные позиции. Правда, туроператоры почему-то не помнят, что доллар стоил 29 рублей, а сейчас более 50. Российский фондовый рынок открылся разнонаправленным движением котировок по отношению к основной торговой сессии среды. Индекс РТС в первые минуты торгов поднялся, индекс ММВБ снизился до отметки 1671 пункт. Среди лидеров роста – ЛСР, ФосАгро, Полюс Золото, МВидео, Распадская и Северсталь. Лидеры падения – Фармстандарт, Новотек, аптечная сеть 36,6, МТС и Норникель. Позитивный импульс российскому рынку придали американские площадки, а также возобновившие движение вверх цены на нефть. На сегодня это все. Удачи в делах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова